так ну что ж ждем пока вы зайдете всем привет с вами борисова аня что пока вы присоединитесь я вообще планировала конечно сегодня выйти вечером но возможно не получится поэтому на связи буду сейчас так сейчас я поставлю камеру удобнее подожду пока вы присоединитесь и начинается вопросики вот эти вот беременна ли я так привет привет с дождем они как медальчик вот так вот ну что сегодня в связи с тем что последним сюжет был по поводу тренировки тренировок и питания и питания для беременных поэтому те кто посмотрел молодцы можете задать сегодня дополнительные вопросы те кто еще не посмотрел предлагаю посмотреть но после трансляции и сейчас можете задать какие-то вопросы конкретные которые вас интересуют касаемо питания для начала отвечу на вопрос к самопитания тренировок для беременных а соответственно потом на все остальные ваши вопросы приедет давно с денисом но уже дам уже почти год все можно посмотреть кстати мужчинам тоже полезно почему и нет для будущей жены совет или для настоящей жены а если она беременна это можете посмотреть подсказать ей что-то спасибо да сейчас мы в москве в общем давайте сейчас вкратце начну немножко расскажу или все-таки сразу перейдем к вопросам а то я даже не знаю как с вами поступать все поток поток вопросов давайте давайте знаете как нельзя в каком формате те кто посмотрел сюжет ну тогда задавайте ваши дополнительные вопросы вот правильно пишет вопросы а те кто не посмотрел задавайте сейчас свои какие у вас есть тему крайне актуальная хочу ребенку но я вечер надо навечно на курсе это ну и мы так понимаю мужчина наверное да пишет но у вас в общем то в любом случае шанс есть чтобы ваша женщина забеременела вы расставляете приоритеты курсы ребенок видео да видео на ютубе на канале дениса борисова насколько калорийность надо увеличивать с процентов на 20-30 не больше не надо очень сильно увеличивается калорийность и вот это самая частая привычка это переедать за двоих то есть начинают увеличивать объемы порций значительно считают что ребенок надо очень много питательных веществ и как только появляется чувство голода и кажется что ему ничего не хватает начинают переедать поэтому ну старайтесь пожалуйста таких ошибок не делать что все здороваются и здороваются здороваются до какого месяца можно тренироваться ну месяца до седьмого вы можете общем-то тренироваться все зависит от состояния вашего здоровья если вам врач не дает никаких ограничений противопоказаний то в принципе вы можете тренироваться ну фактически практически вот до того момента как вы пойдете рожать все зависит исключительно от вашего состояния и опять же от того ну как вы тренировались ранее то есть если вот очень часто беременные бегом бегут в зал тренироваться как только забеременели вот тут именно тогда до беременности заново в общем то не обязательно чтобы не поправиться как вот это стандартная привычка что люди женщина поправляется после беременности ты тоже как знаете как то синдром как от болезнь да то есть то что это абсолютно несвязанные вещи скажем то что женщина поправилась после родов то что она может нормально выглядеть независимо от того родила она или не родила или типа насти как часто говорят там но я же рожала типа я же были помню же двое детей поэтому типа толстая но это люди сами себя оправдывают так для защищать для женщин существует свое пока ты да нет в общем то не не за может быть все зависит от курса женского я честно говоря такой информации не владею поэтому не подскажу так еще вопросики как питаться на грудном вскармливание тут ассана самое главное исключить продукты которые могут вызвать аллергические реакции у ребенка то есть как правило вам об этом говорит врач и вы же сдаете анализы в общем то вы знаете на какие ну и в принципе по жизни вы знаете на какие продукты у вас могут быть аллергические реакции но это чаще всего бывает цитрусовые там орехи шоколад то есть вот эти вот вещи кушать не стоит достаточно большой перечень таких продуктов там уже надо проще перечислить то что кушать можно ну что дневное время людей мало да у нас планирую ли я детей конечно я планирую детей я женщина они вас сегодня спрашивают про целительности скажите подробнее как его победить да помню этот вопрос ну как его победить ну начинаем с правильного питания то сокращайте сложные углеводы больше кушайте клетчатки овощей не сладких фруктов можно вообще их исключить на самом-то деле то есть оставить только овощи то есть фрукты то больше когда вы хотите что-то сладкого побаловать себя больше больше белковой пищи нежирное мясо нежирная рыба я бы даже больше предпочтение нежирной рыбе дала творог нежирные яичные белки это что касается непосредственно питания обязательно петь очень много воды но старайтесь это литра по 3 в день выпивать потом обязательно силовые тренировки и не надо слишком сильно перегружать мышцы ног потому что но тоже опять же очень часто человек приходит в зал начинает тренировать обувь где больше всего жира то есть если у женщины наверно бюдрах очень много жира то начинают тренировать активно ноги попу если на животе там пол тренировки качает пресс тренируйте свое тело в соответствии с тем какие крупные мышцы вам необходимо развивать вас самое главное что присутствует физическая нагрузка чтобы ваши мышцы были в тонусе и жесткими и добавлять кардио тренировки либо после тренировки можете выполнять карте кардионагрузку можете утром натощак в низком среднем темпе можете вечером как насчет сыроедения я вот не очень отношусь в принципе там ни к сыроедению к вида гетарианство строитель для меня это что это вот свежие фрукты овощи вот это хорошо но ограничивать себя исключительно сырыми фруктами и овощами я категорически против потому что вы просто не получается все необходимые питательные вещества так это я про дэнчат ну что давайте еще ребят пару вопросов ваших а то я смотрю что время дневное привет привет время дневного людей немного как лучше накачать внутренние мышцы бедра мне нравится плее приседание причем я стараюсь их делать не очень глубоко и сведение ребенок больной будет если мама мясо не ест нет не обязательно пусть она кушает другие источники продукты богаты белком из других источников берет рыбку кушает творог пусть кушает или вы имеете ввиду что он даже рыбу не ест ну как это вечерниче дневное для попы кроме выпадок это никакие еще упражнения мертвая тяга мне очень нравится и причем я стараюсь знаете даже менять постановку ног зависимости от тренировки то есть одну тренировку я могу делать пример стопу параллельно на ширине плеч потом например могу практически вместе их поставить помогу на ширине плеч носочки чуть либо вовнутрь чуть-чуть буквально вовнутрь или по чуть-чуть все наоборот наружу носочки выворачивать то есть стараюсь менять постановки нагрузка смещается то есть вы можете этому казалось бы одно и то же упражнение делать на каждой тренировке ну что давайте еще один вопросик у вас полная программа восстановления после родов питание упражнения если раньше никогда не ой если раньше никогда не не я вот вашу просьбу вообще не поняла можно ли принимать небольшое количество жиров на ужин например авокадо или лучше полностью исключить если у вас серьезных проблем с лишним весом нет то в общем то можно даже если ну чуть-чуть можно то есть вы можете заправить например салат оливковым маслом то есть это должны быть полезные жиры то есть растительные масла вы можете использовать можете там льняное масло оливковое масло масло грецкого ореха там то есть любые полезные масла жирные кислоты вы можете использовать абсолютно без проблем но главное чтобы это было небольшое количество, чтобы просто не добирать калорийность излишнюю. Привет, спасибо! Желаю удачи, рождение длинчата, видимо, вы достойный ребенок. Спасибо большое! Какие планы на день? Мы хотим сейчас с Денисом пойти погулять по улице. Сегодня такое солнышко, хотим погулять. Поэтому я решила уже с вами посидеть, провести трансляцию и пойти погулять. Какую рыбку ем и как ее готовить? Мне нравится треска, мне нравится судак, мне нравится лосось. Это в основном вот эти рыбки я кушаю. И я всегда готовлю на пару. Иногда могу запечь в духовке. Вот вчера, например, я судака готовила в фалике. Знаете, как я сделала? Мне очень понравилось. Кусочек, вот филешка судака. Туда я кабачков порезала этими квадратиками. Морковки, перчика тоже так же квадратиками. Вот. И приправки, там черный перец, базилик, розмарин. И запекла минут 20-25, наверное, я запекала. Очень-очень вкусно. Вообще капецка вкусно. Как не срываться на правильном питании? Старайтесь меньше об этом думать, чтобы сидеть на правильном питании. Вы должны выстроить стратегию, что это ваш режим питания в принципе. То есть в чем основная проблема? В том, что вы себя психологически настраиваете на то, что вы себя ограничиваете, вы в этой ситуации жертва. Постарайтесь себя настроить на то, что это ваш образ жизни. То есть так же, как вы, например, когда, не знаю, просыпаетесь утром, чистите зубы, принимаете душ, делаете ряд каких-то мероприятий. То есть это для вас норма. Так же это питание должно стать для вас нормой. Это не должно быть чем-то, ну, страшным, что вызывает в вас какие-то негативные эмоции. Вы должны просыпаться, там, не знаю, съедать завтрак какую-нибудь кашу или творог с удовольствием. То есть вы не должны думать о том, что вы сейчас страдаете, что вы сейчас вот это все толкаете, вам это невкусно не нравится, что вы сейчас съели бы лучше булочку с чаем. Перестройте просто свое отношение к этим вещам. Если вы захотели что-то скушать, там, не знаю, встретились с друзьями, там, пошли где-то в ресторан посидеть, вы можете себе позволить съесть что-нибудь более вкусное, более калорийное. То есть вы, главное, чтобы не заморачивались. Поэтому даже если это будет вечером, вы один раз едите, ну, на следующий день, там, например, где-то что-то чуть ограничите, либо лишний раз потренируетесь. Не должно быть такой программы, что это временно, не должно быть такой программы, что это сложно, что вам это не нравится, и что это когда-то закончится. Все, ребят, полетела, я ответила на вопрос, даже больше, чем планировала. Хорошего всем денечка и скоро. Так, как хочется с вами еще... Ой, хочется еще... Ладно, все. Все, пока.